Всем привет. Цель этого занятия научиться делать чат на Node.js. Для начала наш чат будет достаточно простой. Всего лишь каждый, кто заходит по этому урлу, автоматически попадает в комнату, в которой получает сообщение. Например, я набираю что-то здесь, оно появляется и тут. Привет. Вот такой чат. Просто обмен сообщениями. Мы будем делать его вначале без пользователей, без базы данных, без авторизации. Такой вот простой, но качественно созданный чат. Итак, поехали. Для начала, как оно в общем будет устроено. Алгоритм общения с сервером, который изображен на этой схеме, называется Long Polling, или иначе говоря по-русски, длинные запросы. Он с одной стороны очень простой, а с другой стороны, в 90% задач, когда нужно общаться с сервером, он отлично подходит. Посмотрим на него повнимательнее. Когда клиент хочет получать данные от сервера, то он отправляет на сервер XML-шиспериквест. Самый обычный запрос, но необычный является его обработка сервером. Сервер, получив такой запрос, не будет сразу на него отвечать, а просто оставит запрос подвисшим. Дальше, в будущем, как только появятся данные для клиента, сервер ответит на этот запрос. Клиент получит ответ, тут какое-то сообщение, да? Обработает его, выйдет сообщение, и сделает новый запрос на сервер. Сервер опять, если данных нет, то подождет, подождет, подождет. Как только данные появятся, тут же ответит. Фактически получается, что клиент все время старается держать соединение рабочее к серверу, по которому, как только данные будут готовы, он их сразу же получит. Соответствующий код на стороне клиента выглядит так. Есть форма для отправки сообщений, и есть список месседжес, куда сообщения приходят. При субмите формы, создается XML-шиспериквест, и сообщения обычным порядком постятся на сервер. Ну а для получения новых сообщений, как раз используется алгоритм лонгполлинг, описанный ранее. Есть функция subscribe, которая запускает XML-шиспериквест и говорит, получи-ка данные с этого URL. Когда будет получен ответ сервера, он показывается в виде сообщения, и заново вызывается функция subscribe, то есть делается новый запрос. И так все это идет по кругу. Исключение, если произошла ошибка или что-то не так, в этом случае мы subscribe тоже заново оправим, но с небольшой задержкой, чтобы не завалить сервер. Обратим внимание, что этот код реализует алгоритм лонгполлинг. Он не привязан к какому-то конкретному чату. Это просто код подписки на сообщения сервера. Его можно расширять, можно добавлять различные каналы, получение сообщений и так далее. Но сейчас пока мы этого делать не будем, а перейдем к Node.js. Для серверной части я также сделал небольшую заготовку, которая представляет собой HTTP-сервер, умеющий отдавать индекс HTML в качестве главной страницы. Также будут два URL. Вот такой для подписки на сообщения и такой для отправки сообщений. Они в точности такие же, какие вы видели в индексе HTML. Начнем реализацию мы с подписки. Функция subscribe со странички индекса HTML будет отправлять длинные запросы именно на URL subscribe. Клиент, который отправил запрос на subscribe, с одной стороны не должен получить ответы прямо сейчас, с другой стороны мы должны запомнить, что он обратился за данными, чтобы потом, когда данные появятся, ему их передать. Для решения этой задачи создадим специальный объект, который будет называться чат. И чат.сабскрайб будет запоминать, что пришел клиент. Для этого мы передадим ему объекты рек и рез. Ну а чат.паблиш будет пересылать сообщения всем клиентам, которые сейчас есть. Описывать этот объект чат я буду в отдельном модуле, который расположу в текущей директории. Он будет хранить текущее подключение в массиве clients, и при команде subscribe добавляет новый объект рез в этот массив. Обратим внимание, что объекты рек никуда не добавляются. В дальнейшем он нам не нужен, нам понадобится всего лишь отправлять этому клиенту сообщения, для этого рез вполне хватает. Так что при запросе на url.subscribe, соответствующий объект рез просто добавится в массив clients. Больше никаких действий с соединением мы не делаем, поэтому со стороны клиента это выглядит так, как будто запрос подвис. На него еще никто не ответил. Далее в какой-то момент приходит сообщение, вызывается experts.publish. И этот метод должен отправить это сообщение всем клиентам, которые подписались. Для этого мы делаем цикл по массиву, и отправляем каждому клиенту этот ответ. Resend тут же закрывает соединение, и мы очищаем массив clients, поскольку все соединения в нем уже закрыты. Они больше не нужны. Давайте проверим этот код. Запускаю. И перехожу в браузерах на url-чата. Затем пишу что-нибудь, например, ля-ля-ля. Ну и мы видим, что какие-то сообщения приходят, но конечно не то, что мы отправляем, потому что сейчас в методе publish стоит вот такая заглушка. Соответственно, что бы мы ни записали, отправляются всегда одно и то же. Давайте мы это поправим. Сообщения у нас отправляются методом post. Для того, чтобы считать метод post из рек, нужно поработать с ним как с потоком. Для этого посмотрим на схему справа, которая описывает жизненный цикл запроса, а именно объектов рек и рез. Эти знания нам дали еще понадобятся. Итак, запрос пришел. Если этот запрос get, то у get запросов нет тела. У get запросов есть заголовки, url и прочие браузерные, которые полностью пересылаются и обрабатываются сразу же. Если же метод post, то он содержит тело, которое необходимо считать, работая с рек, как с потоком. В нашем случае мы использовали для отправки сообщений именно метод post, поскольку get, как мы говорили ранее, нельзя использовать для изменения данных. Get предназначен только для их получения. Так что берем рек и вешаем на него необходимые обработчики. Вот так это может выглядеть. При получении очередного пакета данных, мы прибавляем его к временной переменной, а затем, когда данные полностью получены, то разбираем их как JSON, после чего публикуем в чат body.message. Эта команда разошлет сообщение всем, кто сейчас подписался на subscribe, но с текущим запросом она ничего не сделает, поэтому текущий запрос, через который был пост как раз отправлен, необходимо тоже явно завершить, например, указав, что все прошло хорошо. Такой код, в принципе, будет работать. С другой стороны, если мы его пишем, то, наверное, мы предполагаем, что наши клиенты они святые. Они всегда присылают валидный JSON, а никогда не хотят ничего плохого сделать, что, конечно же, не так. Клиенты бывают разные. Поэтому давайте посмотрим, что необходимо здесь изменить. Первое, это, конечно же, прием JSON, потому что в том случае, если JSON невалидный, то вот эта команда выбросит исключение, и оно повалит вообще весь процесс. Так что давайте будем его отлавливать. Если произошла ошибка, то отвечаем клиенту, извините, запрос, который вы прислали, некорректен. Это как раз обозначает код 400. И заканчиваем с ним общение. Еще одна проблема безопасности, которая здесь есть, это работа с памятью, потому что, если вдруг клиент очень злой, или, наоборот, очень щедрый и захочет присылать нам все содержимое своего жесткого диска, то то, что он присылает, будет бесконечно накапливаться в переменной баде, и скоро переполнит всю память, и сервер упадет. Поэтому, чтобы этого не происходило, добавим небольшую проверку. Если после определенного пакета длина бады стала слишком большой, то, скажем, 413. Это означает, что тело запроса слишком большое. И тоже завершим общение с данным клиентом. Запускаю получившийся сервер, и проверяю чат в браузере. Привет! О, неужели работает? Наш чат, в общем-то, уже готов, но осталась одна небольшая деталь. А именно, что происходит, если клиент прекратил соединение? Давайте взглянем еще раз на модуль чат. Здесь видно, что приходящие клиенты только добавляются в массив. Ни один из клиентов из массива не удаляется. Соответственно, если вдруг клиент вдруг закрыл браузер, и таким образом соединение завершилось, то получится, что в этом массиве лишнее соединение, которое уже закрыто. С одной стороны, это может быть нормально, потому что запись в это соединение никаких побочных эффектов плохих не даст. Ну, просто ничего не произойдет. С другой стороны, зачем нам вообще лишние соединения? К счастью, отловить момент закрытия соединения очень просто. Res on close. Событие close, как мы помним, срабатывает в том случае, если соединение закрыто до его окончания сервером. То есть, либо мы вызываем res.end, либо, если мы этого не делаем, соединение просто обрывается или destroy, то событие close. При этом удаляем соединение из массива. Конечно, эту операцию можно сделать более эффективно, если вместо массива использовать объект. Но и с массивом тоже все будет работать. Чтобы это проверить, сделаю сет интервал, который будет выводить каждые 2 секунды длину текущего массива clients. Запускаю. И в браузерах проверим, работает ли все еще чат. Чат все еще работает, потому что браузеры автоматически переподключаются при ошибках. А теперь давайте я обновлю страницу. При этом текущее соединение будет закрыто. И новое открыто. Обновил. Раз, 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 раз. И здесь то же самое. Ну-ка посмотрим теперь. Как видно, активных соединений все еще 2. А без этого фрагмента соединений было бы много, потому что закрытые также хранились бы в массиве.